Подождите, теперь говори. Всем Щербет, представляем вашему вниманию. Палатос из Супер Маркоса. Даже без названия. У нас ВТБ в Украине продается. В палатос ходит чехол. Чехол. Обор. Дуг. Дуги у нас. Здесь, понятно, не алюминиевые, не титановые, а самые обычные. Раньше помнил, как они называются. Это материал. Сейчас уже забыл. Сейчас посмотрим, сколько их у нас здесь. Это как корт стекло, наверное. Да, это какой-то пласт. Композитный материал. Титановый сплавный. Все так складывается. Палатка двухместная. Трехместная. И стоит она. Если кто-то увидит это видео, не захочет к нам в палатку, милости просим. Стоит она 555 гривен. 555 гривен. Что равняется примерно, наверное, я не знаю сколько. Третья, это, наверное, на тамбур у нас будет. Маленькая. Значит, две больших и одна маленькая дуга. Колышки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. И веревочки. Для того, чтобы поставить... Это у нас верхний тент. Но мы его потом спалим. Вторым разом, да. Давайте пойдем на место, где мы будем раскладывать палатку. Вот и пришли мыли местные. Поможете? Ну, может, так чуть-чуть ее расправить, давайте. Найди углы. Это низ. А, это низ. Точно. Все. Кладем. Так, я вот так вот сделаю. Оп. Палатка двухслойная. Красивая. Обалденная. Я не скажу вам, насколько она... Мы сейчас потилитровый выклад на нее выльем. Ну да, и проницаем. Кого ему не проницаем. Давайте посмотрим, как это все дело у нас. Ты можешь брать вторую дугу и вот так вот продевать. Именно большую, да? Да, вот так вот. Вот перпендикулярно. Оттуда вот тут вот находишь дырость. Это я могу. Конечно, удобнее, когда оно цепляется на крючочки. Как наше. Более дорогой палатка. Но. Поскольку Дима жмот. Да. Просовывай. Нет, а ты дальше там жешь. И дальше вот здесь вот тоже. Симур на коленях ставит палатку. Здесь вот вылезет. И теперь тебе надо сюда ее приснуть. Ну и теперь смотри. Ну вот так вот приподнимаем. Давай сейчас вот это вот. Бери вот тут. Вот с той стороны. Да. Вот так вот выгибаем. И там у тебя на уголке такой дырочка. Вот в эту дырочку вставлять. Вставлять? Да, вставлять. Там дырочка большая и маленькая. Вставлять, наверное, нужно в маленькую. Андрей, вставлять. Это моя палатка. Теперь там так же. Классная, вкусная. А это не я ее собираю. Вообще полфетно. Ну вот, сколько мы потратили. Я не знаю, 5 минут, наверное. Вы потратили 5 минут. Палаточка стоит. Палаточка пресвешная. Здесь у нас есть москитная осетка. От ворона. А, она крепится тоже на молнию. Москитная осетка есть. Подойди поближе. Покажи. От медуз. Жук. Так, и вот здесь у нас второй. Ну, это сейчас мы попробуем поставить. Ну, не попробуем. Накроем ее верхним теном. А это для чего дуга? Для ворот? Это здесь, по идее, сейчас верхний тен будет типа как навесик. Да, ну я же ничего не знаю. Да, он такой должен быть. Первый раз. Давай, накрываем вот это вот. Наверное, наоборот. Под одной стороны. Или нет? Полностью поставили палатку. Вот так вот она выглядит. Ну, растяжки вот эти штормовые мы не делали. Потому что, потому. Мед так нравится ему. Вот здесь вот для штормовых растяжек есть петельки. Из минусов. Нету никаких окошек вентиляционных. Тоже. Ну, здесь уже. Трусы как бы готовы. Здесь тоже две штучки. И еще. Снизу. Внутри точнее. Кармашков тоже никаких нет. Я не знаю, кстати. Натемок или нет. Насколько. Но. Там не сказано сколько. Но я сейчас могу, в принципе, посмотреть. Захочет поставить паузу. И гляньте. Полиэстер. Бюджетная палатка из супермаркета. Ну, радует, что есть москитная сетка. А не радует то, что здесь на боках, видите, тент будет по-любому прилегать к внутреннему тенту. Вот здесь вот так вот нету какой-то петельки, чтобы можно было чуть-чуть его оттянуть. Поэтому, если будет идти дождь, то верхний тент в любом случае промокнет. Есть еще одна вот здесь дуга, которая делает с одной стороны просто такой навесик, что ли. С другой стороны небольшой тамбур. Вот такая палатка, она безымянная, да, Филя? Она никак не называется. Сколько стоит? 550 гривен. 550 гривен, ну за 500 гривен, в принципе. Ну и по скриптум, палатку проверили ночевкой. Все нормально. Ну, конечно, не было там каких-то погодных супер катаклизмов. Но дождик ночью накрапывал. И был довольно сильный ветер, ничего не сломалось, дуги не поломались. Вот, ребята выспались, все хорошо. Можно рекомендовать, как дешевый вариант для летнего кемпинга. Пойдет.